РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР НА РАДИО ВЕРА Светлый вечер на Радио Вера. Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. У меня в руках книга под названием «Духовный путь Чайковского». Книга про величайшего русского композитора Петра Ильича Чайковского. И вот наша сегодняшняя программа в своей теме совпадает с названием этой книги. Мы поговорим про «Духовный путь», «Духовные искания» и то, как они раскрываются в музыке Петра Ильича Чайковского. С нашими гостями у нас автор этой книги Галина Степановна Сиско. Добрый вечер. Добрый вечер. Галина Степановна старший научный сотрудник и методист Дома-музея Чайковского в Клину. Как я сказал, автор этой книги. И Денис Андреевич фон Мек, исследователь жизни и творчества Чайковского, потомок родов Чайковского и фон Мек, обоих этих родов. И основатель благотворительного фонда имени Надежды Филаретовны фон Мек. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, для начала, даже вот интригующий момент. Известно, что Петра Ильич и Надежда Филаретовна не встречались никогда, только переписывались. А мы вас представляем как наследника обоих этих родов. Почему так? Да-да, меня тоже часто Константин спрашивает, как же так они не виделись даже, не то, что не встречались практически, и вдруг у них какой-то есть там наследник. Очень просто. Это обсуждалось в огромной переписке, которую они вели на протяжении почти 14 лет. Надежда Филаретовна и Петр Ильич решили породниться, и это обсуждалась тема в письмах. И план Надежды Филаретовны свершился. Ее сын Николай Карлович фон Мек познакомился, полюбил и предложил свою руку и сердце племяннице Петра Ильича Чайковского, Анне Львовне Давыдовой. Вот это мои прапрадедушка и прапрабабушка. Таким образом, для меня генеалогически и фон Мекки, и Чайковский имеют одинаковую степень родства. Потрясающее какое-то прикосновение к живой истории происходит через наших сегодняшних гостей, потому что вот Юнис Андреевич – наследник рода, а Галина Степановна, по-моему, человек, который знает все о Чайковском. Наверное, больше, чем сам Чайковский о себе знал, потому что вы знаете еще много всего, что было после него, и книгу написали не одну. Но вот смотрите, «Духовный путь Чайковского» – с одной стороны, такое название и обязывающее, и интригующее. И мне кажется, что вообще о духовном пути гения очень интересно говорить именно потому, что он гений, потому что человек прикасается в своем творчестве, как мне представляется, каким-то таким глубинам и тайнам, который, если он человек умный, а Чайковский таким, безусловно, был, понимает, что это немножко не от него, не до конца его, что в него, не знаю, вливается какое-то высшее содержание. Ему кто-то диктует. Не все, не подряд, но какие-то озарения происходят не без участия вот того, кто дарует вдохновение, кто это вдохновение посылает. И я думаю, что просто в силу своего творчества гений не может не задумываться о такой вот нематериальной стороне жизни, о духовном каком-то бытии человека. Я думаю, что все это присутствует в жизни Петра Ильича. Вы абсолютно правы. К Чайковскому все это относится в высшей степени. Каждый день приходят в музей люди, каждый день задают вопросы. И буквально вчера у меня был разговор, посетители оказались музыканты. Как Чайковский писал музыку? Как это происходило? Почему именно он писал музыку столь гениальную, что она окутывает всю нашу планету, спасая ее от ритмического токсикоза? Вот я однажды прочитала такой страшный диагноз, который был поставлен планете Земля. А музыка Чайковского звучит каждые 3-5 минут. И кто бы ее не слушал, хотят слушать и играть, как умеют кто как. Может еще, еще и еще. Что это за феномен такой? Почему священники, инок Оптиной пустыни, царствие ему небесное, Гавриил Торшин, который закончил в Москве Гнесинское училище, на первой же экскурсии по Оптиной пустыне, в ответ на мое высказывание, что известно о пребывании братьев Чайковских в Оптиной пустыне, в 1863 году Петра Ильича, а в 93 году Модеста Ильича, он сказал ничего и тут же добавил, а вы знаете, что священники считают музыку Чайковского самой христианской в мире? Парадокс. Оперы, балеты, симфонии, концерты, романсы, симфонические сочинения на отнюдь не религиозные, а сугубо литературные сюжеты. Парадокс. И еще на лекции по физике, которая была в музее, я слышу, достаточно одного аккорда из музыки Чайковского, чтобы возникли обертоны такой чистоты и силы, что зашкаливает всю измерительную космическую аппаратуру. То есть музыка Чайковского идет намного выше. А вот эти христианские смыслы или шире христианское измерение музыки Чайковского, как вы совершенно, мне кажется, точную грань проводите, они же выражаются не просто в обращении к религиозной тематике. Мы помним Сенышную Чайковского, да? И это такое как бы прямое обращение композитора к религиозной теме. Но ведь эта религиозность чувствуется и во всех его, скажем так, светских произведениях. Вот в чем она? Как она там проявляется? Через что? Через мелодику, через какие-то внутренние смыслы? Что считывается и опознается как христианское содержание его в музыке? Ну, когда Семен Степанович Гейчинга в Пушкинских горах сажал новые елки вместо погибших раненых войной, он пригласил музыкантов, которые играли квартеты Моцарта. Кстати, самого любимого композитора Чайковского. И во всех рейтингах первый стоит Чайковский, его больше всего играет. А потом за ним идет Моцарт. За Моцартом бах, а потом, как это ни парадоксально, Прокофьев. По-моему, даже в Клину, вот в вашем музее показывают собрание сочинений Моцарта. Несколько вот таких томов, которые Чайковского были. Не несколько, а 71. Много, много, да-да-да. Да, 71, в которых очень много помет, сделанных рукой Чайковского. Они закапаны свечным воском, то есть допоздна он засиживался за этими нотами, а на разовороте одного из томов вдруг готовые темы будущих пьес, которые будут написаны вслед за шестой симфонии. Но я хотела сказать чуть о другом. Я слышала однажды, слушала из утра в утро передачу по Радио России «Музыкальная аптека». Вот какую музыку слушать, чтобы поправить то или иное настроение, что дает тот или иной композитор, жанр, стиль и так далее. Музыкой Чайковского, оказывается, можно останавливать сердечные приступы. Это какой заряд доброты, гармоничности, той самой ритмичности всей нашей человеческой жизни. Мы же не думаем, почему мы так любим вальс, и почему все танцы трехдольны. А у нас сердце бьется на три четверти. Раз, два, три. Раз, два, три. Это биение сердца. А дышим мы на две четверти, ходим мы на две четверти. А времена года маршируют на четыре четверти. Зима, весна, лето, осень. Все гармонично, все ритмично. А если из-за глупости или агрессии, или еще от чего-то человек начинает сам сбивать эти ритмы, это в конце концов накручивается, получаются катастрофы душевные, духовные, катаклизмы природные. А музыка Чайковского все это гармонизирует. Вот в такой он попал поток. Так вот у меня спрашивали, а как Чайковский начал сочинять музыку? Есть интервью, которое он дал в 1892 году в Петербурге неизвестному корреспонденту. И среди вопросов есть такой. С каких пор вы начали сочинять? Седовлас и Чайковский, это последний год его жизни, в 93-м году его не станет, отвечает. Сколько себя помню? Музыка звучала... То есть лет с четырех. Обычно мы помним себя. Ну, вы знаете, гений помнят себя намного раньше. Ну, Толстой говорил, что с двух себя помнят. У них все острее. Ну, если Петр Первый начал читать в два года. Музыка, которая окружала Чайковского, это было любительское музицирование мамы Александры Андреевны. А в семье Чайковских была чудесная, любимая сказка Ундина Лямотфуке в переводе Жуковского. Те самые романтические сказки, подобные Андерсиновской русалочке, озеру лебедей, музеуса. Был такой немецкий писатель, который фольклорные сказки взял, да и пересказал более литературным языком, без каннибализмов. И эти сказки о том, что природа любит человека больше, чем человек ее. О жертвенности, о любви, которая всегда не для себя. Вот я люблю, чтобы меня любили. А вот эта жертва, если я кого-то люблю, значит, я сделаю все, что угодно. И Ундина превращается в водный поток, чтобы не погиб ее возлюбленный. А он погибает, потому что он изменил ей. И точно так же в «Лебедином озере» сюжет для племянников, разыгранный в Каменке. Это вспоминал самый младший племянник Чайковского Юрий Львович Давыдов со слов старших братьев и сестер. А потом после этого домашнего балета с темой «Лебединых кликов». Почему Чайковскому так близка была эта тема? Почему она гуляет через все балеты? Может быть, он слышал ее из-под пальцев мамы Александры Андреевны, которая очень хорошо играла. И вот это семейное воспитание, когда ребенка застают в застекленной галерее маленькие квадратные стеклышки, он играет свои внутренние музыкальные фантазии так, что разбивается одно из стекол, а ему всего лишь пятый год. И реакция родителей очень нестандартная. Они тут же приглашают учительницу музыки. И в это же время Чайковский страшно обижается, что к старшему брату Коле пригласили учительницу, француженку Фаню Дюрбах, и еще крестный приходит, занимается законом Божьим, русской словесностью. А ему еще рано учиться, он маленький, ему четыре года. И он начинает горько плакать. И так горько, что Александра Андреевна сразу разрешает ему учиться. — Вы уже не раз упомянули маму Петра Ильича Чайковского. Знаете, это такая для каждого, наверное, человека важная тема — мама. Но вот, если я не ошибаюсь, в письмах как раз к Надежде Филаретовне фон Мек, если это верная цитата мной найденная, есть такое размышление Петра Ильича, и оно как раз-таки там упоминается маму, но оно как раз-таки к нашей теме вот о духовном пути композитора. А цитата такая. «В результате всех моих рассуждений, пишет Чайковский, я пришел к убеждению, что вечной жизни нет. Но убеждение одно, а чувство инстинкт другое. Отрицая вечную жизнь, я вместе с тем с негодованием отвергаю чудовищную мысль, что моя мать исчезла навсегда, и что уж никогда мне не придется сказать ей, что я после 23 лет разлуки, я все так же люблю ее». Вот такая цитата. Я хотел бы к Денису Андреевичу обратиться. Вот с одной стороны мы говорим о духовном пути, о вере. С другой стороны, человек, уже будучи в зрелом возрасте, четко в себе самом видит некое раздвоение, некое непримиримое противоречие, которое предстоит, наверное, как-то примирить в сердце. Но вот не верит человек в вечную жизнь, с одной стороны, а с другой стороны, внутренне понимает, что она есть. Это что такое за черта личности? Константин, я думаю, каждый радиослушатель может вспомнить какие-то свои размышления в жизни, и когда похожие на подобные. И он может вспомнить, что это было с ним 20 лет назад, 30 лет назад, 10 лет назад или полгода назад. Всякие мысли, они привязаны к моменту во времени и к тем обстоятельствам, которые в это время в жизни происходят. И человек так устроен, что мало людей, ну кроме, может быть, монахов, которые постоянно сконцентрированы на одной теме, в одинаковой степени глубоки в каких-то мыслях, в каком-то внимании или в вере в данном случае. Поэтому вот подобная цитата... — Но она, начнем с того, она верная, это не... — Она верная, цитата. — Не ошибка какая-то? — Нет, нет, это не ошибка. Но здесь вот Константин... — Она подтверждена исследователями, то есть вам она знакома? — Конечно, это все в архивах музея Клинского находится, в подлинниках, которые хранились у нас в семье. И перед войной, после репрессии сына Надежи Ларетт, моего прапрадеда, ну, всякими путями, в общем, это попало в музей. Слава богу, что это все сохранилось. Но я, Константин, что хотел бы пояснить на ваш ответ, что чем больше мы будем читать эту переписку и переписку с другими близкими людьми Петру Ильичу, тем больше разных мнений об одном и том же вопросе мы будем встречать. Потому что жизнь, она долгая, событий в ней много. И у Петра Ильича, если вы поищете в той же переписке, она, кстати, состоит из 1200 с лишним писем, это самое большое пистолярное наследие вообще в истории России, мы увидим, и это очень четко Галина Степановна отслеживается в книге «Духовный путь Чайковского», как внутренний мир Чайковского с его взрослением и как христианина, и как мирянина, и как композитора-музыканта он менялся, и как какие-то трагические события в его жизни отражались на его понимании веры, на его понимании его личности в миру. И это он обсуждает очень глубоко с Надеждой Филаретовной, потому как, ну так, волею судеб оказалось, что у них было, наверное, может быть, самое глубокое доверие в возрослом возрасте друг к другу, и их переписка, она вот очень откровенная. И тому есть много подтверждений на тему религиозности, очень много там у них обсуждений, и они меняются года от года. В общем-то, как у нас у всех, наверное, в жизни бывает. Денис Андреевич фон МЕК, исследователь жизни и творчества Чайковского, потомок родов Чайковского и фон МЕК, основатель благотворительного фонда имени Надежды Филаретовны фон МЕК, и Галина Степановна Сиско, старший научный сотрудник и методист Дома-музея Чайковского в Клину, автор книги «Духовный путь» Чайковского сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот важная, мне кажется, очень вещь прозвучала, что человек менялся, менялся в том числе и какой-то вектор религиозного и духовного поиска у Чайковского, и связано это было, помимо того, что все мы меняемся и проходим в жизни этапы, видимо, с какими-то конкретными событиями. Какие, на ваш взгляд, Галина Степановна, самые главные такие вехи, этапы вот в этом духовном пути Чайковского? Безусловно. Помимо детства, о котором вы рассказали. Помимо детства, ну, вы знаете, мне хочется еще, прежде чем расставлять вехи, дополнить к высказыванию Дениса Андреевича еще один очень существенный момент. Чайковский всю жизнь писал письма с 8-летнего возраста до последних дней, 21 октября 1993 года он написал последнее письмо, 25-го его не стало. Пять с половиной тысяч писем Чайковского известно. В середине 20-го века они были опубликованы, и это самое роскошное жизнеописание Чайковского, сделанное его собственной рукой, корреспондентов не счесть. Творческая щедрость автора непостижима об одних и тех же событиях, одним и тем же самым разным людям. Он пишет самые разные письма в один и тот же день. Вот это, конечно, очень интересно. И такая трепетность, она была взращена в семье Чайковских. Рождаются близнецы Анатолий и Модест. Один из них станет основателем музея. Чайковский в это время учится в училище правоведения. А почему в училище правоведения? А потому что там самые лучшие учителя музыки. В Петербурге во всех учебных заведениях музыка – обязательный предмет. До консерватории еще полтора десятка лет. Ну, почти полтора десятка лет. И Чайковский в каждом письме любимым папашеньке, мамашеньке обращается с такими словами. Целую вашу ручки и ножки. Прошу вашего родительского благословления. Поцелуйте за меня этих ангельчиков, этих херувимов, Толю и Модю. То есть детей, которые родились на его глазах, это не всегда самое приятное внешнее событие. Он называет ангельчиками-херувимами. Он один из старших братьев в семье. Потом, после смерти Александра Андреевны, которая наступит в 1854 году, ему будет 14 лет, а малышам-близнецам по 4 года, через некоторое время он возьмет на себя заботы о них, чтобы, как он писал Надежде Филаретовне, попытаться заменить им ласки матери, которых они по счастью, я подчеркиваю, это слово не помнили. А ведь Александра Андреевна, ласки ее были очень своеобразны. Илья Петрович не пропускал ни одного малыша, чтобы не погладить по головке, не поцеловать в щечку, не посадить на ручки. Александра Андреевна этого никогда не делала. У нее всегда было расстояние. Но благосклонный взгляд, радость матери по поводу того, что что-то получилось достойно и правильно, и хорошо, было всегда лучше. С каким теплом, а маме пишет Чайковский. Да, да, да. Понятно, что там была какая-то любовь, которая, видимо, даже через дистанцию передавалась. С негодованием отвергаю чудовищную мыль, что такой прекрасный человек, как моя мать, исчезла навсегда. И после долгих лет разлуки я не смогу сказать ей, что по-прежнему люблю ее. Эти вехи были, безусловно, ну, самое первое, это появление отца Василия Блинова в новом качестве в доме. Он преподает русскую словесность и закон Божий, а в это время они французские, немецкие, арифметика, география, история. И он первый ученик, его любят больше всего, он лучше всех, что совершенно естественно, в общем-то. И вот семилетний ребенок начинает писать стихи. «О, ты бессмертный Бог, Отец, спасаешь ты меня!» Первое в жизни двух стишей. Потом он пишет через некоторое время молитву для Господа на всю Россию. То есть в этом возрасте ребенок думает о том, что Господи будь всегда-всегда над святой моей Родиной. Слово «свято» пишет через букву «Е», но это неважно. Ему простительно. Да, естественно. Модест Ильич пишет, что наивность и некоторая уродливость сменяются умилением от потребности высказаться на такие глубокие темы. И эта потребность высказаться еще связана с тем, что он в том возрасте стучится не в ту дверь. Он пишет стихи, стихи очень многие, мамушкам, нянюшкам на дни рождения, на именины, само собой разумеется. Ну и какие-то очень глубокие размышления, переводы каких-то стихотворений. И среди них вдруг стихотворение «Смерть» о том, что добрый человек не боится смерти, он знает, что душа его уйдет к Богу. Также и дети, хорошие, умные, все они будут ангелами. Это совсем не взрослый ребенок. Или Фанни рассказывает, читает книгу «Дети-герои» своим воспитанникам и особенно вдохновенно рассказывает историю Жанны Дарк. Она приехала из городка Монбильяр, неподалеку провинции Орлеан. Ей Фанни это все очень близко. И маленький Чайковский пишет стихотворение «Героиня Франции». А потом он начинает писать на французском языке историю Жанны Дарк. Это все выливается, в конце концов, в оперу «Орлеанское дело». Смотрите, вы рассказываете сейчас именно о детстве, и это очень важно, потому что все мы родом из детства. Но вот я сразу к еще одной цитате, допустим, найденной из переписки с Надеждой Филаретовной обращаюсь, которая сильно контрастирует с тем, что вы рассказываете, и показывает, что человек и вправду был в пути. Вот он пишет, мы одинаково с вами плывем по безбрежному морю скептицизма, ища пристани и не находя ее. Чайковский уже в зрелом возрасте, это года, когда в европейской культуре, в русской культуре активно в умах людей расцветает позитивизм, атеизм, материализм. И Чайковский, видимо, естественно и для себя эти вопросы ставит и осмысливает. Он сталкивается с этой культурой, он должен в ней найти свое место. Вот это настолько показывает, видимо, путь, пройденный от этой наивной, светлой, впитанной с любовью родителей детской религиозности, к какому-то уже осознанному выбору, осознанному решению, что такое вера, Бог и церковь. Вот через это море скептицизма. Моя скептицизма возникла далеко не сразу. Был ужасный 1854 год. На глазах у детей в страшных мучениях скончалась Александра Андреевна. Это прозвучит потом в последней симфонии Чайковского. Начинается разработка обвалом всего, что только что было. Умиротворение, любовь, ласка, свет, сияние, музыки. И вдруг страшный грохот и со святыми упокой. Звучит. Вот после этого, ну, мужское закрытое учебное заведение. Муштра. Телесное наказание на показ. Это училище правоведения, да? Это училище правоведения. С одной стороны, самое престижное учебное заведение в Петербурге. Самые лучшие учителя музыки. Учатся сливки общества. Самые лучшие мальчики из самых лучших семей. Кстати, в училище правоведения среди учителей Чайковского был очень хороший педагог Гавриил Якимович Ломакин. Хормейстер, дирижер, который доверял Чайковскому во время архиерейской службы регендовать училищным хором. Вот был такой момент очень приятный. Так что Чайковский чувствовал себя как рыба в воде. Его приучили читать священное писание с детских лет. Ну и смерть матери стала каким-то важным толчком к какому-то новому осмыслению веры. Вы знаете, не новое осмысление. Или продолжению осмысления. Нет, не продолжение, наоборот, всё оборвалось. Всё оборвалось, всё разрушилось. Сто обидой на Бога была. Он ни разу не высказал эту обиду. Он только начал иногда иронизировать по поводу прежде освященных и после освященных обидин. Вот вдруг мелькает такое подхихикивание. И в этом нету цинизма. В этом есть какое-то школярство. Он не верит, но он не говорит об этом впрямую. Это ещё очень невзрослый человек и очень воспитанный. Вот это было прекрасно, конечно. И потом было 12 лет службы в Московской консерватории, где было всё, что угодно. Москва ему сразу не понравилась. После Петербурга она показалась ему такой... Очень много безделья, очень много разговоров, очень много едят, пьют и всё такое прочее. Это всё Чайковское очень забавно выглядит в его письмах вместе с рассуждениями и вместе с огромным количеством уроков, обязанностей, когда нет ни одного учебника. Он пишет первый учебник по гармонии, причём пишет в том числе для церковных певчих в цифаутных ключах. Денис Андреевич. А я хотел попросить Галины Степановны, если можно. Константин, вы обратили внимание, что Галина Степановна всё про детство, про юность. А давайте вспомним ещё какие-то жизненные моменты Петра Ильича, которые его углубили в вере, когда он задумался, а что же будет после? Это, например, когда умер его ближайший товарищ, друг, его директор, который пригласил в консерваторию, Николая Григорьевича Рубинштейн. Что было с Петром Ильичом, когда он потерял этого друга? Как он переключил своё внимание и понимание? Вообще, мне хочется сказать ещё один момент, но, может быть, потом, позже, об одном моменте. Дело в том, что в 1978 году Чайковский весь пережил потрясение. Потрясение и почувствовал на себе заботу проведения в лице именно Надежды Филаретовны Фон Мак, которая вот накануне этой катастрофы внутренней, душевной, но, к счастью, недуховной и нетворческой, она оказалась рядом. Катастрофа, вы имеете в виду? Катастрофа – это страшно неудачная женитьба, которую Чайковский называл ужасной раной и совершенно не выносил воспоминаний о ней, и мы в музее предпочитаем эту рану не обередить. Вот после этого, представляя свою новоиспечённую супругу Илье Петровичу, который жил в Петербурге, Чайковский вдруг, оставшись один, повернулся и пошёл в Исаакиевский собор, и, находясь там, почувствовал очень сильную потребность в молитве. Это он писал братьям, если я не ошибаюсь. И вот тогда особенно интенсивной стала переписка с Надеждой Филаретовной, которая, знакомясь с ним, задавала самые разные вопросы, очень глубокие, не только о семье, о друзьях, о музыкантах, но и мировоззренческие. Не зря же он ей стал писать, что мы с вами вместе плывём по Безбрежному морю скептицизма, но убеждение одно, а инстинкт совсем другое. И у него появился очень хороший друг, который, может быть, отчасти закрыл эту пустоту, появившуюся в 14 лет, потому что, ну, мать огромного семейства, вдова, очень серьёзная женщина, музыкант, пусть и любитель. Это же великолепно. Чайковский пишет скрипичный концерт, а она его дома у себя играет. Приятно должно быть. Очень приятно. Играет на чём? На скрипке. На скрипке играет. Её отец был скрипач-любитель Филарет Фроловской. Ну, сейчас после маленькой паузы обратимся, собственно говоря, к теме о том, о чём Денис Андреевич сказал о потере друга Николая Рубинштейна и о том, каким образом это отразилось на духовном пути Чайковского, о котором мы сегодня говорим в связи с выходом книги «Духовный путь Чайковского». У нас в гостях авторы этой книги Галина Степановна Сиско, старший научный сотрудник и методист Дома-музея Петра Ильича Чайковского в Клину, и Денис Андреевич фон Мек, исследователь жизни и творчества Петра Ильича Чайковского, потомок родов Чайковского и фон Мек, и основатель благотворительного фонда имени Надежды Филаретовны фон Мек. В студии Константин Мацан мы прервёмся и вернёмся к вам буквально через минуту. Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Галина Степановна Сиско, старший научный сотрудник и методист Дома-музея Петра Ильича Чайковского в Клину, автор книги «Духовный путь Чайковского», которую мы и обсуждаем в нашей сегодняшней программе, и Денис Андреевич фон Мек, наследник потомок родов Чайковского и фон Мек, исследователь творчества Чайковского и основатель фонда Надежды Филаретовны фон Мек. И вот в прошлой части программы мы так и зависли над интригой, каким образом отразилась на духовном пути Чайковского смерть его ближайшего друга и соратника, и в каком смысле наставника Николая Рубинштейна, основателя первого директора Московской консерватории, величайшего музыканта. И если я понял, как я понял, вот потеря матери для Чайковского привела скорее к такому юношескому скептицизму, пускай и не высказанно, но всё-таки обиде на Бога, как это часто у подростков проявляется в таком лёгком хулиганстве, в таком иронии по отношению ко всему вечному и сакральному. И если я правильно понимаю, совсем иная реакция на потерю друга спустя несколько лет. Вы знаете, мне хочется вернуться чуть-чуть назад и договорить. Ведь после посещения Исаакиевского собора и потребности в молитве Чайковский вдруг через некоторое время пишет Юргенсону «Если ты хочешь, я могу тебе написать все литургические песнопения собственного сочинения. Пришли мне только тексты Анна Златоуста». И он пишет произведение, которое потом священники называют святотатственным дерзновением. Господин Чайковский посмел сделать священное таинство, происходящее в церкви, сюжетом для своих музыкальных вдохновений. Хорошо хоть композитор талантливый, а если другие начнут так делать, это же сущее безобразие. Благочестивый Чайковский, работая над всеночной, берёт все каноны, все песнопения, которые должны звучать во всеночной, к которым привыкли, и делает свою гармонизацию. И в это время, в 1981 году, он работает над литургией, в это время уходит из жизни Николай Григорьевич Рубинштейн, который действительно привёз его, пригласил в Москву. Это был первый выпуск, первой консерватории, выпуск его старшего брата Антона Рубинштейна. И у Чайковского появился покровитель, невероятно умный, блестящий организатор. Но самое главное, Рубинштейн, пианист и дирижёр, каких больше нет, говорили, что он играл лучше, чем его старший брат Антон Григорьевич, но просто не копил свою славу и относился легкомысленно к своему дару, более легкомысленно, чем тот. И у Чайковского появляется музыкант, для которого он пишет, фортепианные, симфонические сочинения. Есть Рубинштейн, есть для кого писать. Первый концерт написал, Рубинштейн изругал, этот первый концерт сказал, невозможно его исполнять. Чайковский не стал его переделывать, уничтожать, он просто поменял посвящение Гансу фон Булу. Рубинштейн послушал, стал замечательно играть первый фортепианный концерт. Чайковский пишет для него второй фортепианный концерт. Рубинштейн умирает. Чайковский не застаёт его в Париже и только успевает написать «Некролог», и потом сопровождает его в Москву, где он был погребён. А в это время Надежда Филаретовна, у которой события своей жизни пишут ему вдруг в страшной досаде о том, как она обижается на некоторых близких. И Чайковский, у него смешиваются эти события. Он пишет ей, «Никогда не поверю, что вы можете пожелать кому-то зла. Вы добрейший человек, вы не можете это сделать. Следует относиться к людям, которые делают зло, как Христос относился к грешникам». Они делают это зло по неведению. И вот у Чайковского идут замечательные рассуждения, религиозные, очень глубокие. И он объясняет, почему он всё время об этом думает. Он потерял Николая Рубинштейна, которого, кстати, вместе с Надеждой Филаретовной они не то чтобы всегда очень-очень хвалили. Фон Мэк говорил, неизвестно, что ещё русское музыкальное общество Николая Рубинштейна или её Надежда Филаретовна, которая финансировала все концерты, раздобывала концертные залы, ходила, всё слушала, очень требовательно, взыскательно относилась к этому. И она пришла к выводу, что лучшую музыку в России пишет Чайковский. И вот ей по поводу смерти Николая Рубинштейна Чайковский начинает писать свои размышления. Они ещё, как он сам говорит, не очень оформились, но у него меняется отношение к Богу. Он думает о том, что будущая жизнь есть, ему хочется встретиться с душой этого музыканта. Он же говорил, бессмертия нет. Ну, есть, может быть, бессмертие, вот бессмертная душа Бетховена, которая живёт в его произведениях. Вот. И он пишет замечательные слова. Мне сладко обращаться к Богу со словами, да будет воля твоя, потому что я знаю, что воля его добрая и святая. Несколько ранее он пишет, что я научился благодарить, я начинаю благодарить Бога не только за добро, которое он делает для меня, но и за несчастье. Мне сладко думать о том, да будет воля твоя, воля его добрая и святая. Мне хочется верить, что есть будущая жизнь. Это стержень вот этих двух писем, которые он подряд пишет Надежда Филаретовна. Потрясающие слова, да, показывающие какую-то и вправду. вот это, наверное, какая-то новая жизнь, вот новое осмысление веры, которому приводит потеря друга. Денис Андреевич, можно долго цитировать разные отрывки из переписки, из каких-то записей своих Петра Ильича, но вы их читали много, вы их исследовали. А было ли что-то, что лично вас наиболее поразило, зацепило, вот в плане отношения человека к вере в духовном пути? Потому что я допускаю, что можно читать там, не знаю, священников, святых отцов, и это все очень полезно и глубоко, но бывает такое, что ты считаешь человека, который, казалось бы, к миру церкви веры имеет не непосредственное отношение, но именно в его таком искреннем исповедании, простоте сердца, вдруг что-то открываешь для себя. Извините, Константин, но вот если бы мы с вами в студии присутствовали без Галины Степановны, я бы, наверное, что-то взял на себя смелость цитировать и рассказывать, но при ней я такой же исследователь, как, не знаю, там, танцовщик балета. Я хочу сказать, мы все-таки встречаемся-то по поводу того, что вышла книга, и на ваш вопрос, безусловно, читатель найдет ответы в этой книге. Там очень много цитат. Как мы сейчас с вами слышим, что Галина Степановна наизусть цитирует очень много писем, она может страницами Евангелия цитировать, у нее прекрасная память, и она прекрасно это сумела все очень компактно разместить в одной книге. И это очень важно. На мой взгляд, эта книга, вот я, почему здесь присутствует, собственно, не потому, что я там какой-то исследователь или там потомок, а потому что вот так получилось, что какой-то сигнал с небес я получил и организовал этот фонд благотворительный, и первым проектом нашего фонда это как раз просветительская деятельность, у нас два направления основных, просветительская и благотворительная, и вот первый проект это эта книга, которая на самом деле Галина Степановна была написана 20 лет назад, и она почему-то вот не находила свое место в литературном пространстве нашей страны. Так, а почему? А сейчас получилось. Почему такое сокровище лежало под спудом? Это чистая правда, то, что говорит Денис Андреевич. Дело в том, что в 90-е годы, когда, вот, знаете, как рефрен в музыкальном произведении, повтор какой-то 20-х годов, сбросим с корабля истории линялый пушкинский фраг, говорили в 20-е годы, вот мы лучшим и умнее, так в 90-е годы все, извините за выражение, взбесились, и началась гласность, и началась компания какого-то ужасающего самонеуважения, потому что национальных гениев надо уважать, надо ими гордиться, а не вытряхивать то, о чем, ну, не во всякой компании можно говорить. И в противовес этому после тысячелетия крещения Руси вдруг пошли вопросы на тему до такой степени закрытую в 20-м веке, что когда в 42-м году Николай Семенович Голованов исполнил патриотическую коронационную кондату Чайковского, он назвал ее Москва, а в Увертюре 1812-й год Божий царя храни заменил на славься из глинки, и когда заклеивайся, сильно не заклеивайся, еще пригодится. И тема была закрыта до такой степени, что, ну, знаете, мне повезло, у нас в 76-м году, когда мы сдавали экзамены Ирине Георгиевне Мегай, методисту музея, студентке-практикантке, которые будут месяц водить экскурсии, она у нас спросила все об иконах, она нас завела послушать литургию Чайковского в болгарском исполнении, и вот этот краеугольный камень был заложен сразу же тогда. И потом случилось так, я отвечала на вопросы, потом выступила на конференции, потом опубликовали это выступление, ужатое до шести страниц, а материала было много, и материал интересный, и все, что я состряпала, я отдала своему ангелу-хранителю, правнучатому племяннику Чайковского, Льву Ефимовичу Давыдову, который живет в Клину, и в компьютере у него все мои сочинения, и без меня меня женили, извините за такое выражение, он рассказал Денису Андреевичу, что у него в компьютере вот такая вот работа есть, и они так договорились, и быстренько и получилась книжка, да еще и 7 мая день рождения Чайковского. Можно я повинуясь долгого журналиста, немножко добавлю в наш разговор такую, ну не ложку дегтя, а просто предложение, некий поворот темы. Вот еще одна цитата из переписки Чайковского с Надеждой Филаретовной фон Мек, он пишет о том, как ему нравится быть в церкви на богослужении, и вот такие слова произносит. «Отправиться в субботу в какую-нибудь древнюю небольшую церковь, стоять в полумраке, наполненном дымом ладана, углубляться в себя, искать в себе ответы на вечные вопросы, для чего, когда, куда, зачем, пробуждаться от задумчивости, когда хор запоет от юности мы и я, мнозе борют мя страсти и отдаваться влиянию увлекательной поэзии этого псалма, проникаться каким-то тихим восторгом, когда отворяются царские врата и раздастся «Хвалите Господа с небес! О, все это я ужасно люблю! Это одни из величайших моих наслаждений!» Смотрите, с одной стороны, это свидетельство того, что человек очень глубоко прочувствовал церковную службу, церковную жизнь. С другой стороны, скептик, возможно, человек, который захочет придраться, к таким словам, сможет это сделать, потому что здесь именно наслаждение. Такая чувственная стихия, близкая к композитору, близкая к творческому человеку, который действительно все пропускает через эмоции. Но часто мы говорим о том, что служба и богослужение — это не только эмоции. И это, в общем-то, общение с Богом, и часто эмоции могут заслонить это вот такое глубоко целостное постижение литургии. И не случайно у Чайковского слова, что он приходит на службу углубляться в себя. Сейчас, казалось бы, совсем можно придраться, не к Богу обращаться, а в себя углубляться. Понятно, что все это вопрос... Опознай себя и довольность тебя. Да, да. А кто-то говорит, что Бог внутри нас. Вот. И я тут намеренно как бы не в коем случае не выступаю с какими-то подозрениями в отношении духовности Петра Ильича, а именно хочу вас спросить. Вот вы здесь видите какой-то повод для... Ну, тоже, может, какой-то вопрос вот о такой грани его духовного облика. Если Чайковский говорит, по моему глубочайшему убеждению, литургия есть величайшее художественное произведение, то надо ему верить. Потому что это еще не только поэтическое произведение. Ведь веками складываются песнопения. У него рядом с Глинкой и Моцартом, подаренными Юргенсоном, стоит Актоих. Он, читая Алексея Толстого, поэму Иоанна Дамаскина, выбирает монолог Иоанна Дамаскина и пишет свой, самый любимый... Вот что-то Чайковский у себя любил, а что-то не любил. Самый любимый романс «Благословляю вас, леса». То есть благословляла тебя живая жизнь. У Чайковского ведь это было нераздельно. У Чайковского это было едино. Больше всего на свете он любил природу и говорил, что даже искусство не может дать тех моментов экстатического восторга, которые дает природа. И, читая священное писание, а временами параллельно, как студент, богослов, Ветхий и Новый Завет одновременно, он с удовольствием читал Спинозу, ему очень нравилось вот это убеждение, что вся окружающая природа, вся окружающая жизнь есть Бог. И написав литургию, написав всеночную, он ведь пошел дальше. О чем обмолвился в дневнике, который завел на тот случай, если после его смерти небезинтересно будет узнать его отношение к некоторым явлениям. Он прекрасно понимал, кто он такой. Не случайно ахнул Володя Направник, сын дирижера Эдуарда Францевича, услышав от скромнейшего внешнего Чайковского «А что мне царь? Я сам царь в музыке». Вот сказал такой Чайковский и дневник завел для нас с вами, для потомков, для будущего. И дневник начался рассуждение о Боге. Вам это интересно? Очень. Очень интересно. Это, вы знаете, Чайковский был умнейший человек. Он был внук профессиональных богословов. Там дедушки, прадедушки, прапра, по линии мамы Александра Андреевны, бабушки Екатерины Михайловны Поповой были все священники. Светлый вечер на радио Вера. Галина Степановна Сиско, старший научный сотрудник и методист Дома-музея Чайковского в Клину, автор книги «Духовный путь Чайковского», которую мы сегодня обсуждаем, и Денис Андреевич фон Мек, исследователь жизни и творчества Чайковского, потомок родов Чайковского и фон Мек, основатель благотворительного фонда имени Надежды Филаретовны и фон Мек. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы как раз возвращаемся сейчас к вашему рассказу, Галина Степановна. Я только хотел бы, может быть, вопрос задать в дополнение к тому, о чем вы говорите. Вы не случайно упомянули Спинозу, философа такого пантеиста. Хочу спросить. С одной стороны, пантеизм не христианство. Христианин верит в личного Бога, который создал природу, но не есть сам природа. А пантеист верит, что Бог и есть природа. Но в том, что вы рассказываете, в том, что говорит Чайковский о его любви к молитве, обращении к этому личному Богу, чувствуется, что его вот это взглядывание в природу, его очарование и красотой мира как раз-таки не пантеистического характера, а христианского. Потому что пантеисту личный Бог не нужен. Ему нужна просто природа. А у Чайковского все одушевлено. К тому, к личности, к живой личности, к которой он обращается, видимо, с размышления которой начинает дневник. Правильно я понимаю? Вы знаете, у Чайковского это начало достаточно дерзкое, но на эту дерзость он имеет право. Вот я хотела сказать об этом правнук профессиональных богословов. Из поколения в поколение все это воспитывается это в крови. Точно так же, как и у Ильи Петровича, там предки были небезбожники, очень-очень. Достаточно почитать, что он писал Александре Андреевне, как встречали Пасху в ее отсутствии. Но я не буду отвлекаться на это. В этом дневнике Чайковский начинает все первая глава его посвящения Богу. Начинает со слов «Какая бездна между Ветхим и Новым Заветом? Читаю псалмы Давида и не могу понять, почему их, во-первых, так высоко ставят в художественном отношении, а во-вторых, Давид вполне от мира сего, пишет Чайковский. Все человечество он делит на две неравные части, праведников и грешников, к первой причисляя себя, ко второй всех остальных. И праведникам и грешникам он обещает кару имзду, но и кара имзда земные, как это не похоже на Христа, который призывал всех и обещал всем Царствие Небесное. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, все псалмы Давида, ничто в сравнении с этими простыми словами». Вот о чем он пишет. И через некоторое время у Чайковского возникает замысел, о котором он потом, впоследствии, скажет своему молодому другу. Это великий князь Константин Константинович, который совсем молодым человеком сыграл за фортепиано всего Евгения Онегина, влюбился в эту музыку и попросил, чтобы его познакомили с автором, и между ними завязалась интереснейшая переписка по очень глубоким вопросам, творческим. Он присылал Чайковскому свои стихи для критики и духовным. И вот Чайковский сознанием дело поправляя эти стихи не доводит князя до огорчения, хотя он еще совсем молодой человек, у него еще все впереди. Князь сокрушается, что, наверное, он не напишет ни одной крупной вещь, а Чайковский пишет ему, отвечает, не одну, а несколько. В вас живет теплое религиозное чувство. И я бы советовал вам попробовать пересказать стихами какие-то из глав Евангелия. Например, «Страсти Христовы» нет более трогательного сюжета. «Я сам пытался это сделать, но неделю к ряду не мог выжать из себя и восьми стихов». Как прекрасно потом Константин Константинович выполнит этот завет. Он напишет драму «Царь Иудейский», «Последние главы Евангелия». Он это сделает, но уже без Чайковского. И вот ему же, попростите, я договорю, позвольте, и ему же Чайковский пишет в последнем письме, отказываясь писать музыку на стихотворение о Пухтина реквием, потому что уже написал музыку, известный треком «Финал Шестой Симфонии». И еще потому, что Чайковский пишет «Простите, ваше высочество, я боюсь неосторожно коснуться вашего религиозного чувства, но в католическом реквиеме очень много говорится о боге-карателе, о боге-мстителе. В такого бога, извините, я не верю. Я бы очень хотел, если бы мог, положить на музыку слова Евангелия «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные». Самое лучшее музыкальное прочтение Евангелия страсти по Матфею Баха у Чайковского были со многими пометами, загнутыми страницами. Он изучал, как это сделал Бах, он хотел писать свои страсти. Вот вы просто ответили на мой вопрос, который я не успел задать, потому что как раз-таки вот этот пример с тем, что в католическом реквиеме его смутил такой акцент на именно вере в бога-карателя, ему был важен бог, бог-любовь, бог-прощающий, бог-утешитель, скажем так. Вот это, мне кажется, такая, может быть, характерная, знаковая, наверное, судя по вашему разговору, черта религиозности Чайковского. Но я вот, уже мы постепенно движемся к финалу разговора, и я хотел бы, чтобы мы все-таки побольше сейчас сказали о музыке. А в каких еще произведениях, может быть, неожиданных, вот таких, нелитургических, прослеживаются вот эти следы размышлений Чайковского о вере. Какие неожиданные вещи мы могли бы заметить, если бы вслушались внимательно, если бы вы нам рассказали? Болят мои скорые ноженьки сапоходушки, скорые ноженьки сапоходушки, поют крестьяне, а получается вечная память. Потрясающе. Да? Да. Только что помер у Евгения Онегина, дядюшка очень богатый, он приехал в его деревню. Вечная память ему. И вот намек на то, что сейчас будут происходить вот эти вечные памяти, ведь Евгения Онегина это очень трагическая опера. Лирические сцены пишет скромно Чайковский. Ларина, няня, поют привычка свыше нам дана, замена счастья Ивана. Ре-минор, реквейма Моцарта и шаги моцартовские, они тоже уже все похоронили в себе. И вот эта трагедия опера о несбывшейся любви. На каждом шагу будет несбывшаяся любовь. И еще у Чайковского было одно замечательное свойство. У него музыка рождалась из воздуха. Он обязательно должен был, живя в деревне или что тоже в клину, каждый день на два часа уйти в поле, в лес. Он забирал записную книжку и он начинал слушать то, что звучало внутри него, то, что сливалось чтением с пением птиц, шелестом листвы, звоном колоколов, церковным пением. Как он обижался, если он нарывался на всякую пакость и халтуру, на светские концерты в церкви. Почитайте, какое письмо он написал ректору Духовной Академии, ректору Духовной Академии, в которой учились его предки. Она очень гневная, очень справедливая. И какая у него скрупулезнейшая идет переписка, когда он пишет всеночную, чтобы не нагрешить, обращается к своему ученику Танееву, а он научит синодальных певчих, контрапункту, а он знает все лучше всех, у него голова так устроена, что вот он взял и пересчитал всю Дубаховскую полифонию в музыкальных примерах и в цифровых показателях, индексах. И он не стесняется спрашивать у него советы, получает огромную консультацию, все регенты должны это узнать и прочитать. А вот когда умирает Николай Григорьевич Рубинштейн, Чайковский, который не любит сочетания струнных и фортепиано, для него это чужеродные инструменты, вдруг не успел Рубинштейн сыграть второй фортепиано-концерт, самый интересный, самый сложный, самый красивый из всех трех концертов Чайковского, но все первые знают, третьи совсем не знают, вторую знают немножко, спасибо Эмилю Григорьевичу Гильдсу, он в 60-е годы здорово его играл по всесоюзному радио, это прекрасно звучало. Так вот, для Николая Рубинштейна он не успел написать концерт, не сыграл он концерт. Отложив все свои дела, оперу Мазепа, Всеночную, все другие сочинения, он пишет триу памяти великого артиста, где фортепиано-солирующий инструмент, а скрипка и виолончель аккомпанируют. И начинает он с чего его? Вечная память. И опять вот этот мотив отпевания, который все знали, но никто не проинтонировал его и так иронично, как Чайковский в Евгении Онегине, и так трагически, как это звучит в триу памяти великого артиста. Две части, а почему две части? Одна часть это сонатная аллегра, это самая совершенно музыкальная форма, а вторая тема с вариациями, а вариация это все жанры, все, что мог играть Рубинштейн, это его исполнительский портрет. Денис Григорьевич, поскольку мы сегодня говорим в том числе о проектах фонда, и вот одна из флагманских новых, наверное, одно из новых свершений, это книга, о которой мы сегодня говорим, духовный путь Чайковского. Вот не было бы книги, не было бы фонда, не знали бы мы ничего о том всем поразительно интересном материале, о тех деталях личности Чайковского, о которых мы знаем, потому что после нашей программы можно не просто много нового о Чайковском знать, можно по-новому музыку слушать. Совершенно по-новому слушать музыку и узнать о произведениях, на которые мы смотрели с музыкальной точки зрения, посмотреть на неё теперь вот с христианской точки зрения, и просто Галина Степановна не успела упомянуть, например, такое произведение, как Иоланта, где слово Бог, Божий и Господь встречается больше, чем 60 раз. очень глубокие, да, ну, как исследователь посчитал. Я хотел бы обратить внимание слушателей на эту книгу, вы знаете, вот я её издавал, ну, потому что мне было интересно отношение Чайковского и религии, а теперь это как вот уже нечто материальное, как какой-то продукт, я на неё смотрю, это вот книга красивая с портретом Чайковского, с храмом, которым он крестился в Откинске. И что происходит вот сейчас в жизни, какое развитие? Во-первых, я начал ощущать, что эта книга совершенно миссионерская. Многие люди любят Чайковского, как одного из столпов нашей истории, нашего патриотизма, привлекает внимание это имя. Эта книга может попасть в руки к человеку, который, может быть, ещё даже не встал на путь поиска своего духовного понимания или находится на той стадии, где ещё слишком много вопросов. И эта книга, ну, если как исследователь посчитать в процентах, то, может быть, она процентов на 60-65, это две трети, она православная. Может быть, процентов на 25-30, она музыкальная, на оставшиеся она историческая. И вот человек, возможно, её возьмёт в руки из-за того, что она историческая или музыкальная, а читая её, он будет насыщаться атмосферой семьи, допустим, православной, цитат многих из Евангелия. И вот это его заставит задуматься о его положении, о его внимании к религиозной теме. И мне кажется, что эта книга, она может быть очень хорошим подарком, таким развивающим подарком, то есть вход к человеку, ближе к душе его через музыку, через историю музыканта великого, а читатель придёт обязательно к вопросам, которые здесь книги очень мастерски освещены Галиной Степановной, и он тоже начнёт над этим задумываться. Дальше у меня что получилось? Я познакомился с японцами, с аргентинцами, в Германию ездил летом. И сейчас уже началась работа по переводу этой книги на другие языки. И вы представляете, то есть в Японии будут люди читать, опять же, потому что они интересуются Чайковским, а, кстати, Чайковский в Японии номер один композитор, что очень интересно, но они будут приобщаться к нашим народным, духовным, историческим ценностям нашей русской культуры. Вот мне кажется, это очень интересно. Мы говорили про книгу «Духовный путь Чайковского». Её автор Галина Степановна Сиско, старший научный сотрудник и методист Дома-музея Петра Ильича Чайковского в Клину, была с нами в программе «Светлый вечер». Также Денис Андреевич фон МЕК, основатель благотворительного фонда имени Надежды Филаретовны фон МЕК, благодаря которому эта книга и вышла, исследователь жизни Чайковского и потомок родов Чайковского и фон МЕК Константин Мацан, до свидания.